До других тем. На Гомельшине проводится работа по выводу с эксплуатации тепловых сеток, которые находятся в незадовольняющем стане. При этом в домах за бюджетный кошт устанавливаются специальные котлы, которые позволяют иметь гаражную воду и обеспечивают жилье теплом. Правда, в некоторых случаях коммунальникам приходится сутыкаться с непоразумением с боку насильства. У ситуации разбирались наши корреспонденты. Эта проблема у першиню была гучена 4 годы тому, коли же горы Гомельского микрорайона у Сходни поскарделися на низкую температуру в домах. Специалисты причину установили худка. Теплотрасса до Ужиню и Крыху больше, как 8 километров, вычерпала свой ресурс. Теплое, которое ждали люди в домах, грела землю на огородах, по которой проходила трасса. Для того, чтобы сделать ее капитальный ремонт, пришлось бы эти огороды практически снижить. Потери были большие за счет того, что сети проложены были более 30 лет назад. Теплоизоляция уже потеряла свои свойства. И плюс за счет частых порывов и утечек теплоносителя были огромные потери. Потери доходили до 30%. Менять теплотрассу не стали. Проблему вырешили иншим способом. С бюджету выдатковали 445 тысяч рублей. За эти сроки сделали документацию, набили котлы и провели работы по их установке. При этом для того, чтобы расслабить все плюсы новой системы отепления, пришлось провести несколько встреч с насильством. Встречались с заявителями, давали конкретно по всем задаваемым ими вопросам исчерпывающие ответы на всех уровнях. На уровне администрации, на уровне горосполкома, на уровне облсполкома. Галина Олевиченя новый котел установила у себя одной из первых. Потом до АЕ приходили суседи, цекавилися перевагами. Жанчина ничего не утойвала. Система оказалась саправды эффективной и выгодной экономична. По усиляким выпадку, коммунальные платы изменшились, а у квартиры стало больше утульно. Дарыши, установленные за бюджетный кошт котлы, знаходятся на гарантии. У выпадку некой несправности их отремонтуют бесплатно. Двухконтурный котел, подогревается и вода, и отопление регулируешь, которое тебе надо. Показывает, вот у меня стоит на 40 градусов. Надо меньше, если жарко, я сделала меньше. Надо больше температура, сделала больше. То же самое с водой. Стоит у меня сейчас температура на 39, которое можно помыть посуду, годится такая вода. Если надо помыться, мы делаем температуру больше. Сход воды стал намного меньше. Почти наполовину. А по отоплению, да, меньше. Стали платить мы меньше. Не намного, конечно, скажу, но меньше. На сегодня так званая децентрализация у Гомельске микрорайоні у Сходні практично завершена. Застався усяго один дом. Его владельница живе у Минску. У будинку знаходзіться маті. Чому жанчыны не погаджаються на установку газового котла, не зусім зрозумела. Темболь, што пасля отключення цепла трасы для обогреву помешкання приходится використовуваць газовую плиту, што доволе небеспечна. У адрознене ад эксплуатации сучасного котла. Со всей уверенностю могу заверить, что оборудование, которое там устанавливается на сегодняшний момент, соответствует всем мировым стандартам по безопасности. И все те ее доводы, которые она выдвигает против, то есть, что это опасно, что это может как-то там возникнуть, какие-то чрезвычайные ситуации, это все надумано. Этого, в принципе, быть не может.